Он видит в нём юмористическое театр. Вот так он не мог описать, согнувшись, вот это. Ему нужен был там человек, не человек, а существо, потом сначала человек, потом существо, который как бы над этим господствует. У Персиков только начало этого. Затем Переображенский, он уже не только может из собаки человека сделать псевдочеловека, но и обратно может, если она непомерную для себя социальную роль хочет выбрать. Кто её прав-то вернуть в собачье состояние? Мы сейчас не будем все эти этические точки скользить, я говорю саму суть. И, наконец, Ворон, который, это для него было, вот он уже достиг, взял самую высшую точку, который уже... Чудакова Мария Амаровна. И вот теперь, конечно, встает всё тот же вопрос, который сегодня почему-то всё острее и острее. И встает и пишут работы серьёзные люди о том, что он там бесовщина, и нету никакой этики, и глумится над христианством. Я никаким образом не могу с этим, во-первых, согласиться. Мало кто знает, что он прошёл несколько в своей жизни этапов. Пойдя на медицинский факультет, он отошёл от религии очень сильно. Это тогда было повально. Дарвинизм был ещё молодой наукой. Он ещё только попал в преподавание сравнительно немного. И тогда казалось, что это несовестимо. Сейчас это даже довольно наивно. Если, значит, тут просто ясно, что две разные системы мышления, две разные системы координат. И также ещё считалось, что в анатомическом театре вроде хвостают в трупы, извините. Где же душа? Её не видно раз, то значит и нет её. Наивный такой, примитивный несколько взгляд. Потом сколько угодно было людей, естествоиспытателей, естественников, которые вполне были верующими жмей, как не видели здесь, знаете. А это вот было, был как, и тогда пошёл. Потом Белая Гвардия совершенно, почти уверенно, так бы я сказала, в нашем губернии, что это человек уже, который ищет отгадку происходящего в апокалипсисе, в общем. Он ищет в Священном Писании отгадку происходящего. И моление Елены, молитва Елены, она как-то, не оставляет сомнений, в очень серьёзном отношении автора ко всему этому. И вот, наконец, просто я когда-то, можно сказать, открыла, потом это уже, конечно, свои лекции одной публичные. Я это обнародовала давно уже, пишет один из друзей Булгаков, пишет Елен Сергеевне после его смерти. В Калуге я выполнил Мишину волю, здесь её выполнить было ещё лучше и достойнее, чем в Москве. Нет никаких сомнений, что он отслужил панихиду по нём, по его просьбе. А Булгаков был не из тех, кто просто так, на всякий случай, заказал бы по себе посмертно панихиду. Так что это всё угадало серьёзно, но дело не в том, а в том, что во всём этом видно непонимание, не побоюсь этого слова, такой самой сути литературы, которая находится в другом отсеке нашей жизни, чем церковь, чем проповедь, чем проповедничество, чем вообще неребёзная этика. И об этом давным-давно, для меня это было открытие полное в своё время, лучше всех сказала Марина Цветаева. Она посвятила этому большую работу, искусству, то есть эти совести. Она думала над этим, переживала, как говорится, правильно ли всё. Вот она пишет, вот Гёте, чему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самого научить не может, ибо оно дано. Нет вещи, которую бы оно не учило, как нет вещи ей прямо обратной, которую бы оно не учило, как нет вещи, которую бы одной только и учила. Один прочёл Вертора и стреляется. Другой прочёл Вертора, и потому что Вертор стреляется, решил жить. Один поступил как Вертор, другой как Гёте. Урок самоустребления? Урок самообороны? И то, и другое. Гёте по какому-то закону данного часа его жизни нужно было застрелить вектора. Самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость. Виновен ли Гёте во всех последующих смертях? Он на глубокой прекрасной старости своих лет сам ответил. Нет, иначе мы и слова бы не сказать не смеяли, ибо кто может учесть действие данного слова? Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго вектора? Если бы, вопреки вероятию, ему бы еще раз раньше, до завета понадобилось. И был ли бы подсуден тогда? Написал бы Гёте, зная, тысячу раз бы написал, если бы понадобилось. И сама им в конце напишет. Быть человеком важнее, потому что нужнее, чем быть поэтом. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного адра, а не мы. Врач и священник человечески важнее. Все остальные общественно важнее. Важна ли сама общественность? Другой вопрос. На него вправе буду ответить только с острова. То есть, где данный вопрос. Писал ли бы человек, если бы оказался на нелетаемом острове? За исключением дармоедов, во всех их разновидностях все важнее нас. И, зная это в полном разуме и твердой памяти, расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердом утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяло бы. Зная большее, творю меньшее. Посему у меня прощения нет. Только с таких, как я, на страшном суде совести и спросится. Точка. Но если есть страшный суд, слово, на нем я чиста. Для меня когда-то в студенческие годы это как-то бы все поставило на место. Поэтому, когда я вижу, как на статье, требующей, чтобы больше не читали Булгакова, многие отвечают, да-да, как я жалею, что я бесовщину это читала, дочке своей теперь не дам. Все это очень печально, потому что искусство делает то, что не делает никто другой. И Булгакова будет, мастер Маргарита, такие вопросы в голове. Он ставит нас перед выбором между добром и злом. Как говорят богословы, которым я никак не принадлежу, что если бы Бог хотел, он бы, конечно, уничтожил зло, но он хотел, чтобы мы совершали выбор между добром и злом. Вернемся к Володу. Почему Волод такой имеет, там, такое место большое? Я, знаете, отвечаю, давно это поняло, отвечаю одной фразой. Булгаков хотел показать, что дьявол везде. Посмотрите, в этой основании иной мысли о втором и злом году, когда как дракон выхватывали из постели, как внушли, что-то, 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 или нацелеки девочку, иностранок каких-то, которые вообще попадают туда, которые вообще не могли понять, куда, что, откуда, чего и такое с ними произошло. Ни в чем не повинны, это проще. Это же было как заготовленное царство совершенно. И, собственно, Булгаков вот да, такую огромную роль в Володу, просто показывает, да, как знаменитый ориен Сатана там правит пал, он уже здесь. А второе, ну, кстати, вообще, да, почему же такой пивер-пизятый, я часто считаю, что вечно хочет зла и вечно совершает зла. А вот это фантастический мир, который был в 90-х годах, когда трое умнейших и талантливейших людей, те, про которых я, по крайней мере, знаю точно, Булгаков, Пастернак, Мандельштам, оказались заворожены, примонт, если слово заворожены, Сталины следили, понимали ужас его поступков, таких вот, в большой тюрьме, а в то же время искали, что вот он может делать и добро, а он делал специально это. Ахматова написала в 35-м году письмо ему. Она пришла, приехала из Петербурга, и письмо это писала, советую с двумя людьми, с Булгаковым и Пастернаком. И именно Булгаков, Елена Сергеевна, мне рассказывала, когда Елена Сергеевна напечатала ей его на машинке, чтобы отпустили Понина и сына, которых только что арестовали. Булгаков сказал, нет, вы поэт, вы должны написать своей рукой. И она переписала своей рукой и отправилась в Сталину. И на второй или на третий день их пришла от них телеграмма, что они дома. Вот это вещи специально. Понимаете, в это время миллионы умирали на Колыме, сейчас об этом замечательно вышли при дома колымчанина, писателя, равного Шаламову, неизвестного до сих пор, Георгия Демитрова. Что там творилось? Как людям даже не давали одежду зимнюю, потому что одежда зимняя стоила дороже, чем человек. Через два месяца он умрет, следующих пригодят. То есть это была неописываемая простыми средствами реальность. И в то же время вот склинивалось вот это. Вот Булгаков видел, что он его, значит, оставляет жить, так сказать, на свободе, дал ему возможность работать в Мамхате, когда он в Мамхате написал. Вот этот причудливый мир, вот, наверное, это связано, хотя у меня есть очень определенные, на очень сложное предположение, почему Булгаков изображает в романе, давая нам ясно понять, что мастер это его альтер-эго, его второй я, почему он при этом жей Маргариту, которая, раз он альтер-эго, простое логическое умозаключение мы делаем, что значит, если мастер проецируется на автора, то и Маргарита должна проецируется на близкую автору женщину. Не правда ли? Это логически просто вытекает. Почему же она ведьма? И она несколько раз это подчеркивает, в романе это подчеркивается. И почему так подчеркивается, что она знает со с нечистой силой ради него, мастера? И само творчество Булгакова, сам роман этот, заставляет думать, что есть этажи в биографии его и Илья Сергеевна, которые не познаны нами, может быть, и не будут познаны, но во всяком случае этот роман писался в трагическую эпоху. Он дописывался, он менялся, менялся, по второй половине 30-х годов глубоко трагическую эпоху нами не познаны до конца, потому что это очень трудно понять, чтобы можно было на глазах у всего огромного многомиллионного народа убивать отцов, братьев, детей, и все так вот жили в этом. И второе, что в той странной конфигурации, которую мы видим, героев главнейших, когда женщина вовсю узнается с нечистой силой по неволе, немало не желая этого, но ради спасения мастера, вот, и когда доказывают, к сожалению, декан Антон Андрей Кураев говорил, что это не любовь, он пишет в своей книге, это нельзя назвать любовью, я сказал, блин, церковь говорит о любви семейной, пожалуйста, это ее дело и прочее, но есть вещи, которые, наверное, должны быть где-то отдельно, и мы, вот, находясь не в церкви, а просто в светском пространстве, мы, все-таки, мы и там, и там должны находиться уметь, мы, когда слышим, читаем реплику, почти слышим ее, что вы, ваше желание, я хочу, чтобы сейчас же, сию минуту, не вернули мастера, моего любовника, мастера, мы верим, что она любит его, и никто нас не разубедит, что от того, что она ведьма, она не у нас ведьма, она стала ведьмой сама, она ведьма, но она любит мастера, и вот за всем этим, повторяюсь, произведение очень сложное, но очень, будущее в нас, не только мысли, но и самые сильные, добрые чувства, я в этом глубоко умеждена, а теперь, если кто захочет вопросы. Меня зовут Чернова Зо, я хотела бы вам задать вопрос, по поводу первой редакции романа, как вы считаете, была бы она такой же успешной, как мастера Маргарита, и первая редакция романа, имела бы такой успех и значение для нашей литературы, и не только, как, например, мастера Маргарита, и была бы она напечатана при жизни автора? Да, на этот вопрос ответить очень трудно, была ли она напечатана, потому что до примерно 31 года, по моим определениям, довольно много ряд вещей был напечатан, которые потом странно было бы себе представить. У того же Авадия Савича, который я вам называла, в 28-м году был публикован роман «Воображаемый собеседник», очень необычный, тоже на том фоне. это гадание, может быть, и был бы. Мало того, Булгаков и даже надеялся, что прочтет Сталин этот роман. Он там ничего прямую не говорил, прочится сказать, прямую. Вот. А вдруг и напечатает. Потому что, например, «Собачье сердце» его пытался напечатать в течение 25-26-го годов до лета человек, Николай Семенович Ангарский, Клёстом, глава ненавистика, который был абсолютно убежденным большевиком, который Ленин напечатал в 1907 году в Лондоне в вольной печати, который в ссылке, так сказать, царской был, он был уверен, что это полезно. Поэтому могло, как говоря, если опираться на этот роман, то остается сказать, чем, черт, не шутит. Класс! Класс! Она где-то в Нью-Йорке преподает, да? Не знаю, это съемка 19-го года была написана. 11-й год, где-то.